Далеко не все дачники каждый год закупают готовый грунт для рассады, но при этом абсолютно каждый знает, что чем здоровее почва, тем сильнее и крепче будет сама рассада. А это значит, что для того, чтобы земля с огорода не явилась источником инфекции, то ее перед использованием нужно обеззаразить, ведь обработка почвы уничтожает различные бактерии, споры грибов, нематоду и к тому же еще и защищает от черной ножки. А это заболевание, оно очень распространено у молодых сиенцев. Поэтому давайте разберем варианты дезинфекции почвы, как правильно проводить сам процесс обработки, чтобы тем самым и поставленную задачу выполнить, и в то же время не навредить другим полезным микроорганизмам. И начну я с того, что в домашних условиях это можно сделать четырьмя способами. Это промораживанием, прокаливанием, пропариванием и протравливанием. Методика промораживания заключается в том, что мешок с землей во время сильных морозов на несколько дней выносим на улицу или же балкон, а сразу же после того, как он там как следует промерзнет, заносим его обратно в теплое помещение примерно на неделю. Смысл этого в том, что в теплой среде зимующие вредители и семена сорняков пробуждаются, и как только почва оттаивает и прогревается, ее вновь нужно выставить на мороз. И вот такой контраст температуры нужно устроить почве не менее двух-трех раз. Но, к сожалению, у этого метода есть недостатки. Во-первых, так как мороз отрицательно влияет не только на патогенную, но и на полезную микрофлору, то такое промораживание не рекомендуется применять для грунтов, в составе которых есть биогумус. А во-вторых, никакие низкие температуры не уничтожают носителей таких заболеваний, как фитофтороз. Поэтому их нужно уничтожать тепловой обработкой, например, прокаливанием. Для этого почву нужно рассыпать на металлический поднос слоем не более чем 5 см, залить ее небольшим количеством кипятка, тщательно перемешать и поставить минут на 30 в прогретую духовку. При этом температура в ней должна быть не более 70-90 градусов, так как более высокая температура приводит к минерализации азота. И в целом к ухудшению качества почвы. Но преимущество такого способа заключается в том, что при такой обработке любые вредители просто не выживают. Далее, еще один очень действенный способ обеззараживания почвы – это пропаривание на водяной бане. И несмотря на то, что этот способ более щадящий, чем тоже прокаливание, но тем не менее он также вполне надежный. А преимущество его заключается в том, что помимо того, что он обеззараживает почву, он еще и насыщает ее влагой. Для этого землю нужно насыпать дуршлаг, предварительно на дно которого постелить марлю. И постепенно помешивая, минут 10, держать над кастрюлей с кипящей водой. При этом обратите внимание, держать нужно таким образом, чтобы вода не касалась земли. Кстати, некоторые садоводы совмещают оба температурных метода. То есть сначала пропаривают землю, а затем выносят ее на мороз. Но опять же таки, так как при температурной обработке погибают не только вредители, но и вся полезная микрофлора, то такие процедуры нужно делать заранее, чтобы потом перед посадкой успеть восстановить почву. Ну и, наконец, протравливание. Это самый простой способ обеззараживания почвы. И его замысел заключается в проливании грунта розовым раствором марганцовки. Но при этом помните, что марганцовка, она обрабатывает почву лишь поверхностно, не действуя при этом на основную массу возбудителей болезней. Поэтому затем проводят еще более тщательную обработку противогрибковыми препаратами, к примеру, таким безопасным биофунгицидом, как фитоспорин, или даже любыми другими подобными средствами. Также очень часто обрабатывают с помощью микроорганизмов препаратов Байкал-М1. И смысл этого заключается в том, что полезные бактерии, которые содержатся в таких препаратах, они, активно развиваясь, подавляют патогенную флору. Но зато этот процесс занимает около 2-3 недель. И в завершении помните, что сразу же после обработки почва становится стерильной. А уже через пару недель микрофлора в ней восстанавливается. И не факт, что только полезная. Поэтому будет хорошо после дезинфекции упаковать грунт в плотный стерильный мешок, открыть его уже непосредственно перед посадкой и добавить в него биогумус. А вот в каких количествах, какие компоненты я обычно смешиваю, в каких пропорциях и вообще все остальные важные подробности, чтобы приготовить хорошую почва-смесь для рассады, я совсем недавно рассказывала в одном из видео. И для того, чтобы облегчить вам поиск, ссылку на него я закреплю в комментариях и описании к этому ролику. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал!